Он ехал в деревню и мечтал, как продолжит строить баню. Но в тот момент он еще не знал, что судьба распорядилась по-другому. Заниматься ему придется совсем другими делами. Ушу полностью просматриваются очертания всех дорожек. Потихонечку навожу порядок, потому что уже хочет избавиться от этого бардака, для того, чтобы здесь сделать красивый газончик. А тем временем обустройство плиткой моего участка двигалось полным ходом. Субтитры сделал DimaTorzok Когда ехал на этот выходной в деревню, был в полной уверенности, что я сегодня займусь баней. Потому что как-то я забросил свою старушенцию и совсем не уделяю ей внимания. Но совершенно случайно мы схватились вот за этот клочок земли, который у нас образовался по причине новых дорожек. И он получился такой красивый, что я решил, нет, ребята, надо навести порядок перед домом. Баня подождет. Если выровнять землю и удалить сорняки, это вопрос силы времени, то сайдинг, оставшийся от старого дома, мне надоело перекладывать с места на место. Надо бы сразу его разместить на постоянное место. А на самом деле у меня всегда боролось две вещи. Либо этот сайдинг пустить на отделку бани, или пустить этот сайдинг на отделку гаража. Мой гараж металлический, друзья. Скажите, как это возможно? Облицевать его сайдингом? Возможно. Я придумал способ. И сейчас я вам покажу. Итак, первый элемент дощечки, которые я засверливаю через вот этот металл изнутри и прикручиваю саморезами к гаражу. Держаться будет вечно. Дальше угловой элемент, который сюда будет крепиться непосредственно к металлу, а сюда вот к этому брусочку. Дали бруски через каждые 50 сантиметров, как положено, и монтируем сайдинг. Вот таким образом получится мой гараж. Как мне кажется, он будет ровнее и красивее, чем вот эта вот сейчас облезлая история, которую примерно раз в 2-3 года мне приходится перекрашивать. Что скажете? Пишите в комментах. Друзья, как вы сами видите, самый обыкновенный монтаж. С этой стороны засверливаю сверлом четверка или тройка, не помню, неважно, под саморез. И с обратной стороны я ее шурупчиками прижимаю. Как видите, получается очень крепко. А уже с этой стороны я сюда буду крепить сайдинг. Вот и вся конструкция. Очень просто и, как мне кажется, для металлического гаража самое идеальное. Друзья, не буду в этом видео учить вас делать сайдинг, потому что специалистов и без меня полно, а я даже и не специалист. Но скажу вам одно. Если у вас руки растут из плеч, есть время и желание, смело беритесь за это дело. Кроме удовольствия вам это ничего не доставит. Простейшая работа. В который раз хочу сказать спасибо своему старому дому, который явился донором для всего чего угодно на моем участке. Первый, кто на себя примерил сайдинг со старого дома, это был вот этот сарайчик. У меня есть целый цикл видео, как я зимой в метель облагоустраивал его, переделывал, ремонтировал и обшивал сайдингом. При желании посмотрите. Ну а теперь настала очередь гаража, который одевается в такие же одежды. И вы не смотрите, что это выглядит сейчас так грязненько и не очень презентабельно. Керхер отмоется, будет блестеть как новый. Как мне кажется, реконструкцией этого гаража я занимаюсь постоянно. Одно из первых видео, которое появилось на моем канале, и набрало на самом деле очень много просмотров, как раз таки и было то, как правильно красить гараж. Сейчас я сомневаюсь о том, что так красить правильно, потому что, как вы видите, через несколько лет эти ржавые пятна у меня опять вылезают. Не знаю почему. Потом я убирался в гараже, потом я делал реконструкцию и поднимал его уже на фундамент. И вот сейчас настал следующий этап. Сейчас я его хочу покрыть сайдингом, для того, чтобы он радовал глаз постоянно. И второй плюс, ребята, вот такого покрытия, это термоизоляция. Потому что, когда солнышко светит и нагревает металл, в гараже становится дико жарко. Вот так, я думаю, что немножечко, хотя бы немножечко от жары я себя смогу защитить. Холодным ноябрем 1993 или 1994 года, уже не помню, когда мы с братом делали этот гараж, варили из того, что было, как говорится, тогда, ребята, обладатель болгарки приравнивался к обладателю Мерседеса ныне. Потому что это был жуткий дефицит. И у нас не было болгарки. По этой причине мы приварили вот эти листы так, как они есть, без отрезания. В надежде на то, что когда-нибудь скоро мы эту болгарку где-нибудь раздобудем и отрежем. Прошло 28 лет. И вот, наконец-то, у меня дошли руки для того, чтобы отрезать вот эту вот фигню. Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временный. День движется к закату, выходные движутся к концу. А у меня уже начала обшиваться вторая стена. И если еще вчера вот это строение можно было назвать гаражом, потому что у него была одна воротина и вторая воротина, то сегодня, друзья, этот гараж медленно, но верно превращается в мастерскую. Потому что вот она, вторая воротина, будет беспощадно зашита монолитным сайдингом. Будет один вход, которым я и буду пользоваться. Ну вот, ребята, выходные, как всегда, пролетели быстрее, чем бы я этого хотел. Но результатом этих выходных, как вы видите, случилась вот эта вот стеночка. Пока она еще грязная, может быть там где-то неровная, до конца еще не доделана. Но я уже понимаю, что это красиво, и это было правильное решение. Со спокойной совестью я могу отправляться домой. Ну а с вами увидимся через неделю. Пока, друзья!